всем привет меня зовут анна коваль я тату мастера студии лаки стайлы и сегодня поговорим о том больно ли делать татуировку в первую очередь болевые ощущения зависят от болевого порога у всех он индивидуален и предугадать насколько вам будет неприятно во время сеанса максимально точно невозможно но примерно можно подготовиться как правило обычно у мужчин болевой порог более низкий чем у женщин несмотря на то что у мужчины более низкий болевой порог как правило на сеансе они более терпеливые если мне приятно они могут высидеть еще два-три часа нежели чем девушки вот но опять же это все образно и как бы все это индивидуально девушки наоборот больше страдают самовнушением накручивать себе перед сеансами что это будет очень больно что она там не выдержит что это иголки страшно и так далее ну нахер самовнушение тоже играет немаленькую роль и можно себя накрутить настолько что даже самом менее болезненном месте вы не сможете спокойно работать даже больше часа была у меня такая ситуация когда девушка хотела сделать себе татуировку на бедре и очень сильно боялась тот момент мы решили воспользоваться бейсболом но проблема в том что он действовал полтора часа работа три часа я и сказала что бейсбол будет действовать три часа все три часа у нее прошли как пять минут и она даже ни о чем не подозревала ты лежала себе спокойно под конец конечно я и рассказала об этом но нам оставалось работать пять минут и было не страшно так что все вашей голове также болевое ощущение зависит от месторасположения где вы хотите сделать татуировку самые неприятные места это конечно там где ближе кости то есть ребра позвоночник локоть и коленки ребра кстати самое излюбленное место девушек особенно для первой татуировки не стоит так делать менее болезненные места это конечно уже у нас руки за исключением внутренней части там очень нежная кожа плечо самое менее болезненное месторасположение на теле также менее болезненное место то есть у нас считаются ноги то есть это бедра голень на голове тоже не больно немаловажную роль еще играет тип работы как работает мастера и в какой технике выполняется работа обычно то есть контура более болезненный неприятный нежели чем закрас техники использовать мастера разные то есть наслоение там насколько под каким углом они начинают красить на каком вольтаже то есть это очень такая обширная тема но тоже имеет место быть и самое сладкое мы оставили на потом а бейсболы очень многие интересуются как что почему и сейчас мы немножечко затронем эту тему принцип действия такой мы наносим мазь под пленочку на 45 минут и начинаем работать но что же с ними не так во первых их действия то есть среднем они действуют от двадцати до полтора часа за такой маленький промежуток времени можно сделать маленькую работу на большие работы он все равно не подходит затем после такого обезбола кожа становится дубовой и ее тяжело прокрасить это сказывается на проблематичном заживлении то есть половина закраса у нас начинает выпадать там или контуров это будет по-любому коррекция еще раз травмация данного участка кожи и самые тяжелые последствия после обезбола могут быть такие как анафилактический шок ожог впоследствии то и при заживлении то есть это будут шрамы и отходосы от него подняться температура может быть вывод лучше не пользоваться никакими обезболиваниями и делать все на живую пара советов как лучше перенести сеанс и подготовить свой организм к данному мероприятию самое главное это не пить алкоголь за сутки хорошо выспаться позавтракать и лучше всего одеться удобную одежду чтобы не было никакого дискомфорта и самые безболезненные татуировки это у меня потому что я делаю на пол иголочки с вами была анна коваль тату-студия лаки стайла подписывайтесь на наш канал ставьте лайки всем пока а и Субтитры сделал DimaTorzok